И снова в центре внимания дом Фуксия на улице Новобульварной. Обычный пример для Читы. Сложить в месте работы по капитальному ремонту, усилия местных жителей и подрядчиков, и в итоге непременно получится конфликт. Мы когда пленку натянули, защитную пленку, он вызвал полицию, говорит, что мне закрыли окна. Вот этот человек, я не знаю, как... А у нас в Мете заложена защитная пленка. Защитная. Да он договорился, что не трошится. А не полиция. У нас она армированная защитная пленка. Жители уверены, подвал с тех пор, как сняли крышу, топит. Трубчатые леса ночью никто не охраняет. По ним просто можно залезть в окно. На новой шпаклевке остались места откреплений. Вместе с жильцами и подрядчиком спустились в подвал тут сухо. Поставив лицом к лицу жителей и бригадира, стали прояснять все моменты. Восстановление будет или косметика? И восстановление, и косметика. Ну, то есть полностью будет? Да, полностью будет. У них еще будут обшиты балконы. Все балконы с лицевой стороны будут обшиты с профлистом. Ты сказал, что не будет. По смеси обшивки балконы. Потом не будем делать. Будем красить. Ой, не будем красить. Я не знаю, о чем вы сейчас говорите. Я все помню. Александр, у нас конкретный вопрос. Я не знаю, что вы говорите. По сметной документации в проекте есть обшивка балконов? Обшивка балконов у нас по смете у нас нет. Но с фондом капитального ремонта мы обговорили такие моменты, как будут обшиты все балконы с лицевой стороны. Да, как дополнительно работа будет входить. То есть вы не будете снимать? Что? Нет, конечно. Как мы можем архитектурно это трогать? А мы вообще не снимали? Нет, конечно. Как мы можем трогать его? Еще одна проблема более щепетильная. Жители уверены, что работники подрядчика справляют нужду в подвалах и дворе. Это было 19 июля. Вот они заходят, я за ними спускаюсь и смотрю. И спрашиваю, ребята, ну что это такое? Вот какая у нас двора, туалет. Какой-то туалет? Ну у тебя сказали, что это не так? Конечно, это не так. Конечно, туалет. Многие проблемы обсудили. Возможно, присутствие камеры подействовало. Но ясно одно – дружбы у жителей и подрядчика не получилось с самого начала. Повреляет ли этот факт на дальнейший ремонт, покажет приемка объекта, который состоится уже в середине сентября. Столько раз нас оскорбляли. Я не знаю, здесь живут очень много неблагодарных людей, для которых делается такой красивый фасад, но они этого ничего не ценят. Они ответы-то не дают, можно сказать. То есть нам конкретно не сказано, когда это все прекратится, когда это сделается ремонт. Я уже устала от этого ремонта, потому что постоянно в каком-то ожидании. Что это такое? Нам лето убили полностью вот этим вот ремонтом дома. Вячеслав Батнинский, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.